Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Аккумулятор Шик. Сегодня снимаем на фоне вот такого вот аккумулятора. Это родной аккумулятор с BMW. Фирма производства Варта. 2014 года ему уже пошел конец. Но это не суть, как важно. Сегодня я бы хотел поговорить об одной теме, такой ощепетильной. Как покупка нового аккумулятора. Когда, собственно, стоит это производить. На ютюбе наткнулся на видеоролик одного блогера, который говорил, что не стоит покупать новый аккумулятор. Пока старый еще работает. Я считаю, собственно, мысль правильная, но она немножко некорректно сформирована. Так как суть эксперимента у него заключалась в том, что перед ним было три бэушные батареи, которые ему сдали. Он проверил все три прибора, чудо-прибором. Первый показал, что там совсем очень плохие показания. То есть второй показал там более-менее, третий показал так вообще чуть ли не хорошо. Потом проверил нагрузочной вилкой. Первая провалилась, вторые два выдержали. Суть какая у этого видеоролика. У первого было, скорее всего, оплывание активной массы. То есть, естественный износ батареи там был, чтобы не соврать, по-моему, Panasonic еще родной из какой-то машины. У него было оплывание активной массы, но человек сказал, говорит, там замыкание банки. Вот. Второй, третий. Там, значит, они как бы нагрузку удержали. У второго была какая-то явная потеря емкости, судя по показаниям. У третьего. Третий, кстати, еще так ничего, можно было поездить на нем. Вот. Ну, опять же, то есть, от многих факторов зависит причина, почему сдали. Ну, сейчас, собственно, я хочу рассказать, да, все-таки, когда уже стоит покупать новый аккумулятор, да. Новый аккумулятор, как правило, люди когда покупают, когда в какой-то определенный момент не смогли завести свой автомобиль. Но здесь, может быть, причин быть несколько, да, и здесь важно уловить ту суть. У нас очень часто приходят с претензиями, что вот, купили у вас батарею, она там через год уже не работает, да, выходим, замеряем, там отказ генератора идет, да, или еще какие-то проблемы. Или стартер там подклинило, или еще что-то. То есть, много проблем, и для начала нужно выяснить проблему, да. Если вы грешите на аккумулятор, поставьте аналогичную батарею, да, возьмите у соседа, возьмите в магазине специализированном на прокат, там, или так далее. То есть, покатайтесь на другой батарее. Если проблема проявляется у вас, да, с другим аккумулятором, то, скорее всего, дело не в аккумуляторе, дело в чем-то другом. Вот, и здесь уже стоит задуматься, да, в чем, и, то есть, ремонтировать уже эту деталюшку. Дальше, то есть, мы рекомендуем аккумулятор, если у вас, ну, не завелось, зарядить, то есть, возможно, проблема была в нем. То есть, проверить там плотность и так далее. Все сделать, батарею поставить, да, это, то есть, еще один вот фактор. И уже потом посмотреть, да, исчезла, не исчезла проблема. Если уже аккумулятор, прям, видно 100%, что он конченый у вас, да, что прям вот вообще, то есть, там, чернющий электролит, вы на нем отъездили 6 лет, нагрузку он вообще не держит, то это, естественно, 100% замена. Но, бывают такие случаи, то есть, когда вот он, как бы, и нагрузку держит, да, и электролит, как бы, так себе черный, то есть, ну, такой вот темноватый, но, как бы, не черный, да, вот. Вот, и, как бы, емкость-то и особо-то и нечем померить-то по факту, вот, в нашей аккумуляторной среде. Вот, какие-то чудо-приборы, которые, как бы, могут показывать лживые показания. Но бывает такое, что аккумулятора чисто физически недостаточно, чтобы завести его в какой-то мороз. То есть, летом, пожалуйста, то есть, и некоторые так и делают, то есть, летом ездят на нем, потом зимой ставят какой-нибудь, ну, новый, там, либо какой-то получше аккумулятор, если есть, и, собственно, на этом ездят. Вот, такое бывает. И я считаю, что аккумулятор все-таки новый покупать нужно, но его нужно покупать осознанно. То есть, когда ты понимаешь, да, что ты, там, от 3 до 5 лет проездил, да, и уже, как бы, он вот-вот сдохнет, да, особенно, если на носу какая-то зимняя поездка дальняя, то лучше перестраховаться и купить новый аккумулятор. Я, конечно, все понимаю, да, цены сейчас, там, не 3 копеечные, это не так, что пошел булку хлеба купил, а, собственно, это, там, от 3 до 8 тысяч, да, примерно, такой средний, более-менее аккумулятор, то есть, на среднюю машинку, вот, и что, в принципе, вложение-то такое серьезное, вот. Но, тем не менее, то есть, лучше поставить новый на зиму, да, а этот, там, если он еще более-менее живой, возить как запасной, но, опять же, это дальние поездки. В коротких все проще, но, опять же, то есть, были случаи, то есть, много историй слышим здесь, у человека, как бы, вроде, живой аккумулятор, да, там, на прогреве машина стояла, на трассе остановился, машину заглушил, пошел в туалет, в кафе, вышел, завести не смог, пришлось ждать, то есть, подкурки, да, просить кого-то, вот, один момент. Но аккумулятор уже подходил, то есть, он чувствовал уже, что с первыми, там, морозами, минус 5, минус 10, уже начинается вяло крутить, как-то, да, уже подуставший он, вот. Вот, но, тем не менее, подзабил. Другой случай был, то есть, когда человек подъехал ночью к ленте, она работает круглосуточно у нас, заглушил мотор, пошел в ленту, вышел, завести уже не смог ночь, никого нет, но пришлось купить в ленте новый аккумулятор. Лентовский аккумулятор у него отходил год, ну, потому что, и понятно, да, это к речи о том, что не надо покупать не в специализированных магазинах аккумуляторные батареи, вот. Множество, то есть, историй, если вы уверены, что проблема у вас в аккумуляторе, прям 100%, да, что либо он вот-вот прям сдохнет, сразу менять, по-любому сразу менять, если он вот, как бы, вот-вот уже, как бы, на подходе, да, то лучше с этим делом, то есть, если какие-то у вас важные поездки, какие-то дальние поездки и так далее, сильные морозы, не хотите париться, лучше обновите. Это вот избитые истины, которые я уже говорю, вот, сотый раз, вы сейчас скажете опять, о-о-о, повторяется, какие-то морали читает, но, тем не менее, вот, что я вижу, то пою, как говорится. Поэтому не скупитесь, аккумулятор очень важная вещь в автомобиле, вот. Ну и, пожалуй, на этом всё, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok